Параграф 85. Арендованные территории. Арендованная территория – суверенная территория, временно переданная другому государству для владения или пользования. Выделяются два типа арендованных территорий. 1. Суверенная арендованная территория, суверенитет над которыми временно передан страной-арендодателям, стране-арендатору, британский Гонконг в Китае в 1898-1997 годах. 2. Несуверенная арендованная территория, концессия, суверенитет над которыми остается у страны-арендодателя, а страна-арендатор получает лишь временные права на ее использование и распространение своего законодательства. Российский Байконур в Казахстане в 1992-2050 годах. Аренда территории была характерна для периода усиления внешнего влияния в Китае во второй половине XIX века. В это время в аренду были переданы Гонконг – Великобритании, Макао – Португалии, Гуанчжоу-Вань – Франции, Дзяо-Джоу – Германии и Тайвань – Японии. Россия в 1898 году на 25 лет была передана в аренду Квантунская область на юго-западные оконечности Ляо-Дунского полуострова, включавшая военно-морской порт Порт Артур, торговый порт Дальний, нынешний Далянь и старую китайскую столицу региона – город Цзиньчоу. После поражения в русско-японской войне территории отошли к Японии и вернулись уже Советскому Союзу после Второй мировой войны. Окончательная передача территории под китайскую юрисдикцию состоялась в 1955 году. Последние арендованные территории – Гонконг и Макао в статусе специальных административных районов – вернулись в состав Китая в 1997 и 1999 годах соответственно. Арендованные территории остаются важным фактором российско-финских отношений. В 1940-1950 годах Советский Союз арендовал у северного соседа полуострова Ханко и Поркалоут, которые использовал для размещения там военно-морских баз. В обмен Финляндии в 1942 году был передан в аренду сектор Сайминского канала, находящийся в Ленинградской области. Канал соединяет озеро Сайма с Балтийским морем в районе бывшего финского города Выборг и имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает доступ внутренних экономических районов страны к морской торговле. В постсоветское время аренда была продлена до 2063 года. На территории канала действует финское законодательство, в частности в области судоплавания, и не действует таможенное ограничение России. В то же время использование канала для перевозки войск, вооружений и боеприпасов не допускается, а российским судам обеспечивается свободный проход по российской части канала. Арендуемый Россией у Казахстана с 1992 года город Байконур, вместе с одноименным космодромом, является крупнейшей арендованной территорией в мире и обладает уникально политико-правовым статусом. Оставаясь суверенной территорией Казахстана, он существует в российском правовом поле. Обладая статусом города федерального значения Российской Федерации, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем, Байконур при этом не имеет конституционного статуса субъекта Российской Федерации. В Совете Федерации РФ не представлены органы его законодательной и исполнительной власти. Глава администрации города назначается президентами двух государств, а представительные органы местного самоуправления не создаются. На территории Байконура действуют российский суд, полиция, школы, больницы и отделение почты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова